Приветствую, друзья! Продолжается всемирная неделя рационального применения антибиотиков. Мы, как вы заметили, не стоим в стороне. Сегодня наше третье видео в рамках этой недели. Уверен, предыдущие два видео вы уже посмотрели. Сегодня хотел бы обсудить тему побочных эффектов антибиотиков. Это важно, это актуально. В конце концов, когда мы знаем, чего ожидать, то у нас есть определенные меры профилактики, а опять-таки у нас есть мотивация сделать все, чтобы вырастить ребенка так или самим вести такой образ жизни, чтобы минимизировать вероятность применения антибиотиков. Прежде всего надо сказать, что осложнения бывают общие для всех антибиотиков. То есть даже, я бы сказал, не для антибиотиков, для любой антибактериальной терапии. Вот смотрите, мы пытаемся с помощью антибиотика убить какой-то конкретный микроб, который вызвал конкретную болезнь. Практически невозможно убить плохой микроб и при этом не повредить хороших, коих в нашем организме достаточно большое количество. Отсюда специфические осложнения, связанные именно с воздействием на бактерии. Дело в том, что когда мы убиваем бактерии, то другие микроорганизмы, возможно даже другие бактерии, получают возможность размножаться, поскольку мы убиваем их естественных антагонистов. Так, например, в связи с использованием антибиотиков могут размножаться грибки. И есть такое осложнение, как кандидоз, например, полости рта. Кандидоз – грибки рода кандида, то есть грибковое поражение полости рта, молочница или грибковое поражение влагалищ. Опять-таки, когда антибиотики воздействуют на микрофлору кишечника, то очень часто нарушается баланс флоры в кишечниках. И возникает такое явление, которое называется антибиотика, ассоциированная диарея. Это явление достаточно распространенное. Его можно профилактировать назначением очень небольшого количества пробиотиков, но часто оно невыраженное, легкое, хотя в некоторых ситуациях, особенно когда используются антибиотики резерва, возможно, тяжелейшая антибиотика, ассоциированная диарея, которая получила название псевдомембранозный колит. Это одно из самых опасных осложнений антибиотикотерапии. Дело в том, что в толстом кишечнике живет особая бактерия. Она называется кластридия. Ей не дают размножаться другие бактерии. И вот когда эти другие бактерии погибают под действием антибиотика, у кластридии нет естественных врагов, и она начинает размножаться, вызывая тяжелейшее воспаление, для лечения которого приходится использовать другие антибиотики, очень сильные, и они не всегда эффективны. Теперь поговорим о побочных эффектах, которые возможны при использовании в принципе любого лекарства. А это прежде всего аллергические реакции. Причем аллергические реакции на применение антибиотиков бывают и смертельно опасные. Анофилоксия, например. А могут быть лекарственные аллергии в виде сыпи. Нередко сыпь является специфическим побочным эффектом определенных антибиотиков при лечении определенных инфекций. Например, лечение такой болезни, как инфекционный мононуклеоз, ампицелином или амоксицелином вызывает появление сыпи. Опять-таки, у каждого конкретного антибиотика есть список присущих именно ему осложнений. Ну, например, антибиотики группы тетрациклина, например, тетрациклин и доксициклин, вызывают фотосенсибилизацию, то есть повышенную чувствительность кожи к действию ультрафиолетовых лучей. И на фоне лечения этими препаратами за работа солнечной ожоги очень и очень легко. Антибиотики группы аминогликозидов, знаменитые стрептомицин, гентомицин, обладают нефро- и ототоксичностью, то есть повреждающим эффектом по отношению к почкам и органу слуха. Внутримышечное введение антибиотиков, ну, например, группы цифалоспоринов, может вызывать местное воспаление в области мышц, а внутривенное введение воспаления вен, например, флебитов. Есть такие интересные эффекты, например, пенициллины и тетрациклины снижают эффективность принимаемых внутрь противозачаточных средств. Большинство антибиотиков способны вызывать побочные эффекты со стороны органов желудочно-кишечного тракта. Понос, уже нами упомянутый, тошноту, рвоту. Некоторые антибиотики, опять-таки, те же тетрациклины, при глотании могут вызывать воспаление пищевода, когда непосредственно таблетка тетрациклина контактирует длительно со слизистой пищеводой. Отсюда есть, например, специфические рекомендации побыстрее запивать, и желательно большим количеством воды. То есть, обратите внимание, побочные эффекты есть у каждого препарата. Это надо знать. И вы никогда не должны расставаться с доктором, пока не получили полную информацию о том, чего вам ждать, принимая этот антибиотик. Опять-таки, хочу подчеркнуть, что именно побочные эффекты зачастую определяют частоту использования того или иного антибиотика. Иногда в медицинской практике начинает широко использоваться определенный антибиотик, он прекрасно работает, врачи не нарадуются, но потом от этого препарата практически отказываются, потому что огромное количество побочных эффектов опасных. Чем шире используется антибиотик, тем больше количество людей с этими самыми побочными эффектами. Ну, например, тот же стрептомицин, который вызывал и продолжает вызывать тяжелейшее повреждение слухового нерва, вплоть до глухоты, или, например, левомицетин. У определенного количества людей есть генетическая, то есть врожденная непереносимость левомицетина. Нет особых ферментов, которые должны расщепить этот самый левомицетин. В результате он тяжелейшим образом поражает костный мозг с развитием так называемой апластической анемии. Это смертельно опасное заболевание, и оно возникает примерно в одном случае на 30 тысяч курсов лечения. Вы понимаете, что при массовом использовании антибиотика это просто огромное количество. Неудивительно, что в современном мире левомицетин практически у людей не используется, у животных еще используется. Что можем сделать мы, что можем сделать мы, чтобы уменьшить вероятность побочных эффектов антибиотиков? Ну, самое главное, никогда не использовать антибиотики в порядке самолечения. Любые сомнения назначать, не назначать, трактовать в пользу неназначения, не выпрашивать у врачей антибиотики, понимать, что всегда лучше вместе с врачом подождать и понаблюдать, чем стрелять из пушек по воробьям. Еще раз подчеркиваю, вы всегда должны знать и получить эту информацию от врача, прочитать ее в инструкции, чего ждать от этого препарата. Если назначены там тетрациклины или доксициклин, не лезьте вы на солнце, используйте солнцезащитные кремы. Обязательно скажите врачу о том, какие препараты вы еще принимаете, а то, так сказать, начнете принимать пенициллин, а потом выяснится, что ваши противозачаточные таблетки почему-то не сработали, а доктор виноват. Опять-таки, всегда знайте, какие антибиотики и когда вы принимали. Ну, во многих странах есть такая ситуация, когда вы обращаетесь к врачу, а у вас нет вашей электронной истории болезни, где врач может быстренько посмотреть, какие антибиотики вы принимали, какие реакции были, а это может привести к тому, что врач может повторно назначить один и тот же антибиотик, что многократно увеличит риск аллергических реакций. Ну и самое главное, делайте все, чтобы антибиотики вам не понадобились. Закаляйтесь, прививайтесь, занимайтесь спортом и делайте правильные выводы.